13 декабря 2014 года мы находимся возле полиции направляемся подавать заявление это как и 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 Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» я желаю дать первые показания заявления о преступлении вытягиваете данные сомнительные сомнительные и дать серьезное заявление о преступлении и то у меня будет все хорошо, спасибо колонн 73 колонн 357 колонн 33 32 сомн и 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 дайте нормативный документ я и 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 дайте нам ознакомиться дайте пожалуйста нормативные документы не не в интернете вы же примените в отношении нас запретительные меры Дайте, пожалуйста, мы пришли к заявлению о преступлении. Ну, пойдемте тогда, обращайте нас. То есть нормативный документ не дадите нам, чтобы нас выставлять. Вы применяете запретительные меры сейчас. Вы видите, пожалуйста, запретительные. Нет, запретительные меры должны быть обоснованы. Дайте, пожалуйста, нормативный документ, а? Пока выйдем, мы делаем. Нет, дайте, пожалуйста, я пришел сюда. Не кричите, пожалуйста, дайте, пожалуйста, нормативный документ. Я уйду, я же не препятствий не создать. Дайте, пожалуйста, да. Дайте, пожалуйста, ну, приказ дайте, пожалуйста, приказ дайте мне, а? Ну, приказ дайте, пожалуйста, хорошо? Дадите нам, приказ. Мы уже стоим. Да, вот такая вот карта. Вот у нас Бучнев, посмотри, сделай вывод. Бучнев, дополнение подтверждает, что преступники работают в себе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. мы хотим сейчас дать по существу данных заявлений о преступлении определенной фактой, чтобы... нас выгнали вообще. Продолжение следует... 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 Потому как вы обязаны меня предупредить по 306. И озвучьте мне, пожалуйста. Предупредите. По 306? Да. Вы будете поздравить указанное заявление? Нет, о чем гласит 306 статья уголовного конкурса. Будьте любезны. Вы понимаете, что вы обязаны на себя опознавать сильные ответственности, и принимаете ответственность. Давайте справедливо выполнять депутателю. Вы правите меня? По заявлению о преступлении. Давайте, не будем предупредить. Во-первых, должностное лицо должен меня предупредить. Вы давайте. Будьте любезны. Вы меня защищаете, не его. Так, 306. Будьте любезны. Объясните мне, пожалуйста. Да, да, да. Я поправлю. На данный момент вы озвучили 307-ю статью уголовного конкурса. Мне объясните. 306-ю. 306-ю. Вы правит тогда не распишите? Нет. Мы сейчас фиксируем. Мы фиксируем. Заявление. Давайте тогда заявление принем. Так, вам заявление имеется, да? Давайте пишите. Так, заявление принес. Заявление принес. То есть... Мы объясним дополнительные... Дополнительные факты. Доводы, да. Доводы, да. Сейчас доводы все это расписан в обещании. Дополнительные. Все в порядке. Пишите. Так, а ваш имя не на что? Кузнецов. Представитесь? Я вас прижим. А, понял. Понял. Кстати, там заявление что-то написано? Я знаю. Но это... Ваш имя не на что? Кузнецов. Кузнецов. Георгий Александрович. Стоимый год с рождением. Седьмой мая. Стоимый? О, Лукьянов, вы что, отошли от нашего вопроса? Ну, посмотрите, заявление у вас. Видите, все оттуда, выпишите. Вместо рождения. Выпишите, пожалуйста, вот так. Я отварю. Маскор или... Позвольте, пожалуйста, паскор. Позвольте, пожалуйста. Позвольте, пожалуйста. Позвольте, пожалуйста. Бушнев, у Вас контактный телефон можно, пожалуйста? Как Вас позвоните? Хорошо. Гражданская Россия. Хорошо, я верю. Вот так у нас оказывается государственная услуга. Бушнев, на улице. Основывается на каких-то виртуальных... Какие-то виртуальные... Да, виртуальные приказы. Инструкции. Параллельно с УК. Еще что-то вспомнили. Да. Непонятно. И после этого я могу сказать и доверять, что здесь грамотные у Вас сотрудники работают? И рассчитывать на объективную работу? У меня работают. У меня работают. Перейдnies. Чего? У менярvertisement Д Ролину обеспечивает. Параллельно. Казать. Тчество. Яр efendim труда. Тогда в моем заявлении напишите, что я предупрежден 306. Напишите. В моем заявлении. Нет, в моем, в моем копии. Есть. А там копии, которые я приобщаю, вот именно по материалу проверки. А у меня заявление. Нет, это же. То же самое. Вот это. Ну, просто я без приложения. А там, да. А там с приложениями. То есть здесь меня отметят, что я предупрежден 306. Хорошо? Распишусь. Распишусь. Конечно. И здесь тоже напишите. Напишите 306. Напишите 306. Вот здесь тоже. 306, что вы меня предупреждаете. Напишите. 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 Вы напишите статьей. Да, да, конечно. Непосредственно. Вот видите ваши подписи? Нет, нет. Да, да, да. Нет. Оперуполномоченный предупреждает. Нет, вы напишите. Статьей 306 предупреждает. Оперуполномоченный такой-то. Напишите вот здесь. Пожалуйста. Или в конце. Нет, подожди. Нет, нет, подожди. Вот здесь. Оперуполномоченный предупреждает статьей 306. Напишите, я подпишу, подпишу. Вы меня предупреждаете. Подождите, здесь. Вы напишите, вот здесь. Нет, вы напишите, что вы, вот сам, что вы просто занимаетесь сейчас. Напишите. Я там просто не понимаю. Оперу полномочия, ведь вы? Вот напишите. Оперу полномочия предупреждает, Кашутин предупреждает статью 306 УК РФ. Подпись я поставлю. Подответственно. Да, он подвесно. Нет, напишите, что я предупреждаю. Подождите, подождите, будьте любезны, я вас требую сейчас. Вот, подождите, пишите статью 306. Нет, а можно вас следить, пожалуйста? Нет, что-то не учи работы, слушайте, а. Я вот, Бучнев, опрошу обратить внимание. Заявление о преступлении? Вот здесь, я, предупредите меня, говорю, предупредите меня о 306. Что? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что? Кашутин, посмотри на своего сына или кого? Родственника. Блин, кошмар. Вот еще, можно спросить? Что? Вот заявление о преступлении, которое вы депутировали на этой преступлении. Вот я говорю, прошу вас. А в ходе, если вы предупредите? Да. А необходимость сначала сюда. Хорошо, тогда обещание напишите. Сразу. В самом начале сразу. Я об этом не веду, сейчас. Нет, я прошу, чтобы вот здесь было, вот здесь, у меня он здесь, сзади, вот в конце мостов. Я начну вот здесь. Напишите, вот здесь хотя бы, опера полномочия меня предупредит. Потому что вы же отказываете мне объяснение давать. Вы же отказываете мне. Я не отказываю. Не дадите мне копию вот этого объяснения? Нет. Копию объяснения дадите мне. Дадите? Да. Все хорошо. Сюда сначала при форме, где они как-то у вас выйдут, если зарегистрировать, все встать. Пускай пишут, но копию дадите мне объяснение. Вы дадите мне? 13-е вот. 13-е, да, сегодня у нас? 13 декабря 14-го года. Время 1 часа 57 минут. Супер упоминали. Лучином, Кашутином, Александром Викторовичем. Спасибо. Пожалуйста. Давайте. Ответственно. Публично. Пишите, пишите. Так. Ответственно. Мотивировано. Ответственно. Мотивировано и обосновано. И обосновано. И обоснованно. Обвиняю. Обвиняю. Должностных лиц. Должностных лиц. Должностных. Лиц. Указанных. Указанных. В моем заявлении о преступлении. Указанных в моем. Заявлении. О преступлении. О преступлении. Зарегистрированной. 13 декабря 2014 года в КУСП 73-78 13 декабря 2014 года в КУСП 73-78 13 декабря 2014 года в КУСП 74-78 13 декабря 2014 года в КУСП 74-78 14 декабря 2014 года в КУСП 74-19 13 декабря 2014 года в КУСП 83-夏 13 декабря 2014 года в КУСП 74-58 восьмая эти 8 закона рф о полиции пожалуйста полиции гласит принцип открытости гласит принцип открытости и публичности открытости и публичности сотрудников полиции рф статья 6 закона полиция требует сотрудников полиции полиции осуществлять деятельность в точном соответствии с законом в точном соответствии с законом точка часть 1 статья 15 конституции рф часть 1 статья 15 конституции рф гласит что конституция российской федерации конституция рф имеет высшую юридическую силу и 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 Точка, часть третья, статья 15 Конституции РФ. Часть третья, статья 15 Конституции РФ. Гласит, что законы подлежат официальному опубликованию. Законы подлежат официальному опубликованию. Точка. Неопубликованные законы не применяются. Не применяются. Точка. Любые нормативно-правовые акты, затрагивающие права. Права свободы. Права свободы. Права свободы. Права свободы и обязанности человека. И гражданина. Не могут применяться. Запитая. Запитая. Не могут применяться. Запитая. Если они не опубликованы. Не опубликованы. Не опубликованы. Официально для всеобщего сведения. Всеобщего сведения. Сегодня. Так. Сегодня. 13 декабря 2016 года. Сотрудники полиции. Применили запретительные меры. Применили запретительные меры. Применили запретительные меры. Применили запретительные меры. О, господин Грачев. Вот оказываете услугу в каких условиях? Видите? Спасибо. А внутри написано. Оказали государственные услуги. Да. Запретительные меры. Запретительные меры. Существуют на. На виртуальном. На. Приказе МВД. На. Виртуальном. Приказе МВД. В каком-то указе. Или что-то еще там. Приказе. Освердное подтверждение. Приказе. Приказе МВД. Угу. Не показав. Не продемонстрировав. Нам. Данный приказ. Нам. Да. Данный приказ. Выгнали из помещения. Из здания. Из здания. МВД. Выгнали. МВД. Ну. МВД. МВД. Выгнали. Из здания. Из здания. Из здания. МВД. МОМВД, МОМВД Казмодемянский, для осуществления осуществления приема данного объяснения. На холоде и без бежащих условий. Уже поехали за едой для нас с тобой. Часть 2 статья 45 Конституции РФ. Гарантирует каждому защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законами. Гарантирует каждому защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законами. Фиксация с помощью аудио-видеозаписи является законным способом защиты своих прав и свободы. Так как является законным способом защиты своих прав и свободы. Господин Гладышев, как дела? Да, было медло. Да, видно по вам. Раскетер. Добрый вечер. А, что же? Своих прав и свободы. Прав и свободы. По заявлению о преступлении, по моему заявлению о преступлении, на данный момент никакого уголовного дела не возбуждено. Так, по моему заявлению о преступлении? На данный момент, на данный момент, никакого уголовного дела, никакого уголовного дела не возбуждено и нет по мини. Следовательно, запрет. Следовательно, запрет в реализации гарантированных вышеуказанных прав. В реализации гарантированных вышеуказанных прав. Сводка Гладышева. Гладышева, сводка. Начальник кадров, как раз кадр решает все. Как это так? Надо сводка. Запрет в реализации гарантированных вышеуказанных прав со стороны. Сотрудников полиции подпадает по статье 285-й, 286-й, 293-й, 330-й, УКРР, так, точка, да, снова строки, в Горномарийском районе, в Горномарийском районе, Республика Вриал, всеми преступлениями руководит, ныне председатель Горномарийского районного суда Малышев Ипполит Михайлович. Может, добавим, как мне кажется, что сутка бежит. А у него же есть дело с выжимом? Нет, нет, вот, есть, он сам подтверждал это. Малышев Ипполит Михайлович. Так, сейчас, минуточку. Что подтверждается? Сейчас, 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 минуту. Что подтверждается? Материалами дела Номер 3, дробь, 10, черточка, 22. Материал номер 3. Дело номер 3, черточка, ну, дробь, 10, черточка, 22. Дальше. Материал проверки. Номер 81, П, Р, маленькая, черточка, 12. 81, П, Р, 12. 12. Уголовное дело 142, 4, 92. 142, 4, 92. 4, 92. Уголовное дело номер 1, черточка, 29, дробь, 2011. Номер 1, дробь, 29, дробь, 2011 года. Уголовное дело 2, черточка, 1, дробь, 2011. 2, черточка, 1, дробь, 2011. Да. И также заказное дело заказное дело его подчиненным Халиулиным в рамках в рамках дела номер 12, черточка, 181, дробь, 2014. Так, еще раз в рамках дела номер 12, черточка, 182, дробь, 2014. 2400 года. Да. Малышев ранее работал горномористским международным прокурором. подтвердил определением от 2 ноября 2010 года. Так. Прокурором работал? Горномористским международным прокурором. Угу. Определением от 2 ноября 2010 года определенным, вот. он информировал, что с 1985 года по мае 2002 года состоял... А? Информировал, что... С 1985 года по мае 2002 год по мае 2002 год состоял в должности горномористского международного прокурора. Лето 1991 года по мае 2002 год Лето Лето 1991 года по мае 2002 год в его непосредственном подчинении проходил службу Толстов Сергей Ветеренович. Толстов Сергей Ветеренович. Толстов Сергей Ветеренович. 1998 года Миловидово Фаина Геналина. У Малышева Ипполитовича имеется внебрачная дочь от Миловидова Фаина Геннадьевна. Ну, что, оборот, у Миловидова? Или... Ну, как ты, да. Ну, не начинай, кстати. У Малышева имеется внебрачная дочь, Ну, что, страшно? С. С. Не вот, а С. Миловидовый. Да. С Миловидовый. Фаина Геннадьевна. Так. То есть... Устойчивая родственные связи. С. Ну, нечто подчиняю. Что запрещено законно. Родственные связи. Дальше. Малышев. Толстов. Запятая. Малышев, запятая. Толстов, капитан Миловидова. Злоупотребляя служебным положением. О, Кузьмин, фоткаешь? Как это так? Кузьмин хороший. Ё-моё. Вот прокурор. Ё-моё. Прибыл, наверное. Или он кто такой? Мужик. Похоже на Кузьмина? Или же... Так, удостерю, не покажут. Мужик, пошёл. Вот в каких условиях, смотрите, доказ нам услуги. Это что такое? А? Кузьмин, если вы Кузьмин сразу. Стих пойдёшь. На лбу не написано. Так, вот перед земным положением. Совершали и совершают преступление против правосудия. Совершали, совершают. Преступление. Вся компания. Ага, преступление. О, вот её тоже соткой держат. По-моему, у нас... Мы этому не будем. Как не будем? Как... Извините, морально неустойчивые люди. Как они в полицию попадают? Я понимаю. Устойчиво, устойчиво. Устойчиво? Чё-то плакало там больно. Совершали, совершали преступление. Совершали, совершали преступление. Против правосудия. Против правосудия. Продолжение главой 31-й УК РФ. Продолжение главой 31-й УК РФ. Сфоткал бы, чё? Высмотрены. Да, бы не почистил. Извините, они с нами связываются. Чё теперь делать? Против... 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 Рассматривали... 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 Дела... Скобка... Административные граждански уголовные... Дела... Скобка. Скобка, так. Административная гражданство уголовное. Дела. И принимали себе угодные решения. Угодные решения. Вопреки действующему законодательству Российской Федерации. Российской Федерации. Прокуроры. Приснули Камреал. Ответили в себя. А в водячую покушение прокурора. Республика Мреал. Следователи Следственного комитета Российской Федерации по РМЕ. Следователи Следственного комитета? Следователи Следственного комитета РФ по РМЕ? РФ по РМЕ. РМЕ. Упорно. Вкрывают. Совершённое и совершаемое преступление. Подвидим отсутствие состава преступления. События. Судя. Совершаемое преступление. Судьями Республики Мариел показывают твоё соучастие. Судья Республики Мариел. Республики Мариел. Да. Показывают своё активное участие в устойчивом преступном сообществе. Престойчивом. Престойчивом сообществе. Присутствие прокурора. Даже ничего не сказал. А что он скажет? Добре. Ура. Так, дальше. Нет нарушений. Так. Троиточие поставьте. Троиточие. Поставьте. Дополнительные доводы предоставлю. Дополнительные доводы к заявлению о преступлении я предоставлю в процессе рассмотрения. Дополнительные доводы. Я предоставлю. Я предоставлю. В процессе рассмотрения. Посмотрение. Заявление о преступлении. Заявление о преступлении. Компетентном должностном лицам. Начнем рассмотреть. Компетентным должностным лицам. Другого. Хорошо. . копию не сделайте, ознакомьтесь пожалуйста, копию не сделайте, обещали в процессе материала тогда поехали со мной, сейчас откселью, и я вам подпишу, извините, как это я сейчас поеду, вы обещали сами, в процессе материала проведу, так минутку, поехали тогда, поехали со мной, откселью, привезу, да, сейчас привезу, так, я копию поставлю, копию сделаю, давайте так сделаем, ознакомьтесь, нет, давайте мы сейчас поедем, я откселью и привезу вас сюда, чтобы копия у меня была, извините, я не желаю, а сейчас, нет, обещания не верю, пойдемте, в таком случае, давайте так сделать, сейчас ознакомьтесь, нет, давай, копию снимите, нет, копию снимите сейчас, пока без подписи твоей, копию снимите тогда, и потом я сразу в обоих что я поставлю, нет, ознакомьтесь сначала, как нет, копию сделайте, нет, сделайте копию, ознакомься, Ну, ознакомься. Он уходит, делал копию. Нет, подожди, подожди. Платидач? Платидач? Нет, подожди, я обещаю, не верю. Понятно, но я ж не говорю, что ты подпиши. Без твоей подписи ничего не знаешь. Как дела? Понял. Извини, Виша, давай, вставай. Только ты, да, да, я. Без жены. Конечно, я ж еще не живу. Да? Ты куда пошел? Надо в ГАИ. Права у меня, блядь, когда ГАИщики приняли права, да, подложил, езжу венеру, блядь, вылезь за права маленькие. Буду права смаливать. Ага, ну ладно, давай. Ну давай, или еще я хочу. Подожди, ты здесь, я тоже нахожусь путем личного прочтения, или вам прочесть? Так, а потом он сейчас напишет, что от подписи отказался. Не отказываюсь, я от подписи. Я сейчас, подождите, вы, фиксируйте. Сейчас от серии. Зачем? Я не еду. Давайте так, ознакомитесь. Давайте, считайте. Так. Почти 36 указа ознакомлен, предупреден. Отвязанно, мотивированно, основанным, за основным лицом с указанием в моем заявлении о преступлении, разрешенном в 12-м году в КУСП номер 7378. Поступление о преступлении, совершенном в СССР. Погромче, пожалуйста, я не слушаю. Может, прочитайте? Не-не, читайте, я не слушаю. Да, я не разберу. Вот, читайте погромче, пожалуйста, я не слушаю. Сотрудник полиции Штулька Мариал при подаче моего заявления о преступлении дополнительно подверждаю мои доводы. По тому, как статья 8 законов Штульской Федерации о полиции гласит Принцип открытия публичности сотрудников полиции Штульской Федерации. Статья 6 федерального закона о полиции требует сотрудников полиции осчитать деятельность точно соответствующим законам. Частью 1 статья 13 Конституции Штульской Федерации гласит, что Конституции Штульской Федерации имеют высшую юридическую силу. Прямое действие их применяется на всей территории Штульской Федерации. Частью 3 статьи 14 Конституции Штульской Федерации, если что, законы принадлежат официальному опубликованию. На опубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акции, затягивающие права и свободы, обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Сегодня, 13 июля 2014 года, служители полиции применили запретительные меры, ссылаясь на виртуальный приказ МВД, не показав, не продемонстрировав, как данный приказ выгнали из здания МВД Казморемьянской для осуществления приема данного объяснения без надлежащих условий. Часть 2 статьи 45 института РФ гарантирует каждому защищение свои права и свободы, не запрещенными способами. Фиксация с помощью аудио-видеозаписи является законным способом защиты своих прав и свобод. По моему заявлению о преступлении на данный момент никаких уголовных дел не возбуждено и нет в помине. Следовательно, запрет реализации гарантированных вышеуказанных страхов со стороны сотрудников полиции подлежит под статью 285-286-293-33 УК РФ. Простопление в ходить предстоящее границ по району суда МВД, что подтверждается материалами номер 3-10-22, материал проверки номер 81-PR-12, уголовный дел номер 142-4-92, уголовный дел номер 1-29-2011 года, номер 2-1 от 2011 года. Также выказанное дело Хабидуллиным в рамках дела номер 12-182-2014 года. Какие люди? Ты смотри, вот, к счастью. Колубаев, Малый Шифрай, неровный, бюберномист, международный... Боевик, местный. По определениям он реформировал с 1985 года по май 2002 года стоял в должности Кромарийского международного прокурора. С лета 1991 года по май 2002 года... Так, Толстов, С.В. 1998 года. Миловидова, Ф.Г. Малышев, И.М. Имеют внебрачную дочь с Миловидой, Ф.Г. То есть устойчиво в родственной связи. Так, Малышев, Толстов, Миловидов, злобственная служебным положением, совершали, совершали преступление. Против правосудия присмотрены славой состянины УПК РФ, находясь в родственных отношениях. Они рассматривают дела дезеративно-гражданско-уголовные. Так, принимают себе угодные решения. Вопросы, вопреки действующему законодательству, фигферации, прохожие с улики Мориал, следователь, естественно, комитетов, что теперь с улики Мориал упорно скрывают совершенные и совершаемые им преступления. Показывают свое активное участие в устойчивом преступном сообществе. Дополнительные доводы я предсказал в процессе рассмотрения заявок о преступлении комитетными злобственными лицами. Так, копию сделаете, а нет? Копию сделаете? Вот я односторку, как-то... Садите, копию сделаете? Копия с подписями? Нет, без подписями. После этого он подпишет. Поставлю. После этого он желает подписать. Да, подпишу. Если ваша подпись, то будет стоять в виде копия. Ну, он сделает сейчас на работе. Давайте. Ну, мы надеемся, что вы не напишете, что отпущен, казался. Да. Подойдите, ладно, давайте, копию принесите сюда, я подпишу. Нет, я подпись-то не поставил еще. Там, дайте мне поставить подпись. Подпись поставить, дайте. А вы хотели взять объяснение и пояснить с тобой? Я подпись, я никуда не хотел ехать. Вы просите ксерокопию сейчас сделаете? Да, копию, и подпись-то поставить. По ксерокопию сначала скажу. По ксерокопию нельзя будет снять объяснение данного ваня. Так, дайте мне подписать такой. Объяснение его, да? Да, дайте мне подпишу. Пойдем, зайдемте. Кашутим. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем. Че я, блин? Ну, кошмар. Что ты ерунда такая творится? Находи. Че ты, блин? Давайте мне, я здесь. О, Кузьмин, просфоткай. Отсюда. Ух-ху. Че, блин, тут поснимать. Собственно, объяснение получить нельзя. Да, я уж там. Копию даже получить нельзя. Да. Ты мне, дай тот листок, где эти объяснения, что у меня опубликованы эти. Ну, это потом. Мне надо написать. Копия, дам. Ну. И что? И что? Время у нас 13 часов, 38 минут. Вот, нахожусь. Вон, Кузьмин выходит сейчас. Сколько мы здесь идем? Ну. В тюрьме. А, в 11.55 еще начали. А сколько? Кузьмин? Дорогу прокурора. А я не знаю, кто он такой. На лбу не написано. Не знаю. Что за мужик такой? Блетный. Который соучастник выходит. Че я приступил за общество? Ну, дайте я подпишу. Подпишу. Подписать-то дайте. Вы же же на восемь. Вот через решетку. Ну, я вот здесь, вот, подпишу, поставлю. А зачем вы на вас тогда не подписывали? Ну, вы сами обещали. Вы сами обещали. Все, все. Мы сейчас, я говорю, сделаем. Через решетку, да? Объяснение как-то? Не, дайте мне, я подпишу. Знаете, это мое объяснение. Я должен сейчас... Вы же не подписывали. Слушайте, вы же сами ушли. Вы разговаривались на том, что вы сделаете ксерокопию, и он подпишет оба документа. Вы специально, как бы, хотели, чтобы я еще с вами подпишу, чтобы копию снять. Нет, вы сами пошли сейчас. Вы сами пошли. Я, говорю, копию сделаю, выйду. По поводу копии... Дайте мне, я подпись поставлю. Вот там, где объяснение. Проверки вам будут... Нет, подпись поставлю, говорю, подождите. Дайте мне объяснение. От подписи отказались? Он не отказался. Я отказался? Вы мне подпись в подписи не ставили. Так, заявление о преступлении, давайте. Сейчас уже... Сейчас опять... Нет, очередное преступление. Опа. Так. Заявление о преступлении, проявите у меня. Что такое, блин? Грачок. Так, заявление о преступлении, проявите у меня, пожалуйста. Нет, что такое? Что такое здесь творится? Грачок. И заявление к нему поступит, он рассмотрит. Я сейчас за вас покажу. Нет, что такое, блин? Вообще, это... Обордели. А может наплевать? Нет. Нет, подождите. Я не наплевать. Давай отдельное заявление. Вот отдельное заявление. Вот сейчас как раз. Так дома вы что-то... Нет, подождите. Я не ухожу. Хорошо. Хорошо. Давай дежурную часть позвоним у МВД. Позвони. Позвони. Так. Ну, 11, где-то начальство мы. Нет, это 168. Нет. Что только нет. А нужный не найдёшь. Ну, 0,2, что ли? Подожди. А вон, стой. Считай 2. 0,1, 62. Считай 2. Нет. Тут такое. В настоящем времени нет веры. И кто там дальше? А, подожди, 68? Восемь, надо, да, 10, 108, 0270, 006, 009, 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 009. Я хочу дази. Все видно, что выходили все. Да, Газирин. Да, он по выходным его может не работать. слушай это приемная скажут мы приемного так а давай через 9 дадим один вот 12 часов 42 минуты да дежурную часть хорошо попробуем спасибо заявление о преступлении примите заявление о преступлении филиппо так приемная музыку примите мое заявление о преступлении москва москва заявление Пожалуйста, пишите, я принимаю. Так, где сотрудников? Пригласите сюда. Усное, примите. Усное мое заявление о поступлении. Пишите, вы правите. Так, слушайте. Филиппо. Усное заявление о поступлении не принимайте. Так, как это? А ну, сразу? Сразу? Собирай. Конечно. Усное заявление о поступлении. Здравствуйте. Моя фамилия Трубин, Андрей Васильевич, город Кагин-Дианск. Ситуация такая. Ну, пришел к своим заявителям дать объяснение по его заявлению. Вернее, сначала подали заявление, потом на улице с нас брали объяснение с него, то есть с доверителя. Доверитель попросил, значит, снять копию его объяснений, после чего он готов, значит, поставить подпись в оригинале объяснений. Сотрудник Кашутин обещал это сделать, удалился в здание МВД, после чего, значит, последовал отказ в выдаче копии, дескать, все это потом, по окончании разбирательства. Мой доверитель просил разрешения поставить хотя бы подпись в его объяснениях. В этом ему, я считаю, неправовременно отказали. Сейчас сотрудник Кашутин испарился в здании МВД. Да, вы, пожалуйста, чтобы нам не поводить... Да, все, будьте добры. Хорошо. Спасибо. Кто у нас еще Кашутин-то? Да, бывший сотрудник полиции были. Ведемярых, да что ты. Они. Это гвардия. Сейчас заявление на заявление. Сейчас не уйдем, подожди, пока не получим. Я имею в виду ничего сейчас не будет. Еще одно заявление, еще одно объяснение. Пусть я пришлю. Моя объяснений не будет, кстати. Я являю него по цифрине, пушка приемлет устную мое. Устную, я заявление о цифрине обязанное принять. Это я понимаю. Не хотят. Нет, я желаю. Желаешь? Да. Что он смотрит? Ты только это. Держи в руках. Какой человек я, Филиппо? Нормальный я. Кто на шею садится, Филиппов? Кто на шею садится? Вы как паразиты у нас в обществе. Государство, показание государства нашли за деньги нам воплательщик. Слушай, а папку-то че? Нет. Ничего себе. Слышишь? 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 На шею садятся, говорят. Кто на шею? Паразиты? Общество? Филиппов, как вам, кому-то там, ничего себе, МВД, на шею садят. Блин, вот это да. Вот тебе. Вот тебе хорошее. Погоди, в понедельник все получишь. Кашутин? Где Кашутин? Где Кашутин? Кашутин, друг мой. Давай, иди. Давай мне. Родной, ширей шаг на проходах. Вот, с труднее вы нравитесь вот. С труднее вы нравитесь. Я хочу сердце, что уголовно сделал. Я же не помню, к которому, неважно. По Курочкину? Помните, она у вас есть? А, ну это да. Значит так, вопрос такой. Мама Мартианова интересует, где это сейчас в комнате? А где это? Да, у кого она? Оно у вас или вы его все-таки перейдали, и оно уже там? Ой, у меня тут очень нету. Нету. На 5-м церкви звоните, пожалуйста? Да, вообще-то он спрошел. Да, он когда-то спрошел. Позвонил санкетой. Просто нам надо на улице. О, приятно, приятно хоть человек мне. Да, я не знаю. Приятно, спасибо. Ага. А вот здесь, здесь, здесь. Да. На другой стороне. Нет, вот. Да, спасибо. Оценить качество оказания государственной службы. Филипп разручил, что мы на шею съели. Вы не работали? Ой. Аппарат совсем много. Да, это тоже. Зали включили? Вот. Через минуту. Давайте напишу. Давайте напишу я там. Напишу. Я в обоих напишу, что получил. свою подпись. Копию получил. И копию получил напишу. И напишу, что с моих слов записано, я на мою просчитан. Давайте. Я вот здесь. Ну давайте. Что? Я тут. Что-то у меня стоя. Черная моя. Пастат, да? Давайте, давайте. Разницы нету. Так. Все успокоились. Давайте. Подпись отказался уже. Ну ладно, ставь подпись. Ох, ура, русский. Я же говорил. Исправим. Вы преступник. Хорошо. Тихо, уйди, уйди. Подожди. Пиши. Я выскажу свое мнение. Да. Так. Подпись отказался. Я не спешу. И вот здесь еще раз. И вот здесь еще раз. И вот все. Вот сам уже делаю. Да, конечно. Подождите, подождите. Не спешите, а, пожалуйста. А вы еще подпись поставите? Да, что, копию вернусь. Хорошо? Да, конечно. О, неужели поставить ее? Спасибо. Ну, тогда звоните, по-моему, сейчас. Все. Да. Без вопросов. Так, сейчас. Нет. Без вопросов. Нет. А что-то... Сейчас, что-то не вернусь. Черт. Одинаковый был. Ладно. Ладно. Спасибо вам скажу, что... Вот, копия верна. Давайте, пожалуйста, на ручку лучше. Нет, напишите, синяяя. Копия верна. Задим, наверное, отписать. Ага, здесь нету. Копия верна. Копия у ползочины. Ох, подождите. Кашутин, Кашутин, Кашутин. Другой ты не имеешь права подписать. Слушайте, давайте, я знаю, что умеет друг мой. Ну, тем более, очень хорошо. Очень хорошо. И здесь тоже самое. На пустом месте начинайте вы создавать проблему. Другой. Да. Это ваши слова. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Удачи. Вот, после неоднократных тренировок, 12 часов 54 минуты, все-таки добились.